Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала! Сегодня рецепт печеночного паштета, который внутри со сливочным маслом подаю на багете. Великолепный вариант завтрака! Для этого рецепта нам понадобится говяжья печень 500-600 грамм. Я ее уже промыла, обсушила. Сейчас буду снимать пленочку. 4 луковицы, соль, перец, 4 отварные яйца и 200 грамм сливочного масла 82%. С говяжьей печени снимаю пленку и буду нарезать на куски толщиной 1 см. Обваливаю в муке и обжариваю на растительном масле на хорошо разогретой сковороде. Солю с этой стороны и перчу. Пару минут подзариваю с этой стороны, переверну и с другой стороны точно так же. Переворачиваю и с этой стороны буду соль и перчить. Для того, чтобы печень была не жесткая, а мягкая, ее не отходимо жарить на большом огне или недолго. Пока печень поджаривается, лук разрезаю на полукульстом. 4 луковицы нужны. Все, печень я все поджарила. Здесь, где у нас жарилась печень, и сюда же в эту сковородку долила еще немножко масла, отправляю в лук, наверное, полукульстом. Лук поджариваю до такого красивого состояния. Все, буду перекладывать в отдельную каленку и дам немножко остыть. Печенку порезала кусочками, яйца на 4 части, лучок уже немножко остыл. Теперь все это буду перемалывать на мясорубке два раза. Вот такая получается масса. Это я один раз смолола в мясорубке. Теперь эту массу еще раз через мясорубку пропускаю. Полученную уже более однородную массу дополнительно солю, перчу черный перчик, молотый по вкусу, и перемешиваю. Теперь формирую рулет. Где я его буду делать? Вот это у меня специальный такой вот пакет, на котором я делаю. И я добавила две полоски, видите, вот так пищевой пленки, одна на вторую, чтобы мне выложить общую массу вот сюда, и потом хорошо завернуть рулет. Сначала ложкой выкладываю частями полученную массу, и сейчас буду разравнивать в пласт. Я использую одноразовые перчатки, так удобно, потому что я это делаю руками. Ложка тоже в помощь, но руками это будет гораздо удобнее. Получился ровный прямоугольник. А теперь сверху я буду наносить масло, которое уже очень мягкое. Сначала я ножом наношу кусочками на весь этот прямоугольник, и буду разравнивать. Теперь задача все масло распределить по поверхности. А теперь сворачиваем рулет. Значит, с одной стороны немножечко прижимаем и закручиваем. С этой стороны зажмем. Когда готова вот такая колбаска, краешки тоже мы завернули. И теперь я заворачиваю полностью кулек. Все, вот в таком виде, пока он мягкий, отправляю в холодильник на ночь. Печеночный паштет готов. Все, что остается, это нарезать багет, нарезать паштет. Все, положили сверху на багет-паштет и едим. Это очень вкусный завтрак. Если вам понравился рецепт, пишите ваши комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых вкусных рецептов. Пока-пока!